Что не нравится, чем лестницы в вечную жизнь? Это сказано не о Божьей Матери уже, когда про нее говорится для нас с вами. Что вот она свой гроб показала лестницу царской Божьей. А может быть лестница ведущая и совсем в другую сторону. Вот мы в своей жизни призваны строить эту лестницу. Каждый из вас, каждый день, каждый миг своей жизни может ступенечку положить, ведущий или туда, или сюда. Мы свободные люди. И в свободе, которое призывает нас к себе, насильно к Богу идти никого не просим. Царство Божье открыто, врата открыты. Хочешь, заходи. Строй лестницу сюда. Не хочешь, сам знаешь, где ты можешь быть, если ты не сделаешь определенных усилий. Ибо сказано, царство Божье, усилий берешься, и употребляющие усилия восхищают его. Поэтому любой шаг в нашей жизни, добрый, нужно делать с определенным напряжением, усилием, с верой и надеждой. Вот если человек в своей жизни делает добрые дела, умеет простить, умеет снизойти к немощи ближнего, имеет возможность и приносит покаяние во своих грехах, то это лестница ведущая вечную жизнь. Если человек думает о том, как мне было хорошо здесь, чтобы у меня никто не трогал, не приставал к мне своими прошениями, просьбами, собляет, не о слабе протаясь к родине, он мне еще свои думает. И вот так человек, отдаляясь от другого, он себе строит совершенно иной путь. Если человек взгоден, в ненависти, в непрощении, в различных других грехах, то лестница идет совсем в другую сторону. И гроб его уже будет не лестницей вечную жизнь, а гроб, ведущий в преисподнюю. Неужели мы с вами, уже сегодня унынившие открытое небо, ответственное, и Богоматерь, который со своим сыном Господом сидит на престоле и с нами вместе молится сегодня в нашем храме, мы не войдем туда. Вот каждый из нас тут подумает, иду ли я туда или нет. Потому что открытая вечная жизнь, мы говорим, радуйся благодатная, Господь с тобою, выдавай же нам великую и верю в милость. Дивни твоя тайна Богородица, говорит нам Церковь Святая, вышли во престол, ты явилась у Владычица, от земли к небесам представлены днесь. И слава твоя боголепная, богоподобные чудесы, благодатная, радуйся с тобою, Господь, выдавай мирами, всему миру великую милость. Поэтому вот мы исполняемся радостью в этот день. Мне хотелось, мои дорогие, любимые, познать всем вам вот той радости, которую имели апостолы, стоя у одра, на котором умирала и умерла Богоматерь. Но это была не смерть, это было успение, которое открывает дверь вечную жизнь. Поэтому не бойтесь смерти. Бойте ее, не бойтесь, она рано или поздно придет. Бойтесь то, чтобы Господь не застал нас внезапно, когда мы не можем покаяться, не можем простить, не можем примириться. Вот так часто мне, как в священниках, бывает видно людей, которые всю жизнь что-то делали, ну как бы всегда, суетимся, делаем. И вдруг приходит момент, и человек говорит, как же я жив, что же я делаю, а что же я вот это, что вот это, кому я это оставлю. И в добром таком настроении начинает добыть, чтобы люди, которые будут его провожать в вечную жизнь, имели доброе настроение и желание. Как можно больше делать в добром свою жизнь? С собой, так, небесная, сколько доброволь. А из материального блага, да ничего. Даже тот крест, который на нас и все это истлеет. Но мы идем к жизни вечной, на воскресенье. Поэтому сегодня, когда мы празднуем праздник Успения, мы молимся о том, чтобы Божья Матерь была с нами всегда, так, чтобы вот великой талии ее смерти, ее пребывание с Господом, бывало и в наших сердцах. Мы всегда Господом. Надо это помнить. Где бы мы ни были, в любом случае нашей жизни, как бы ни было трудно, потому что Господь сказал, я с вами во все дни, до скончания века, как часто мы это забываем. Поэтому, стоя на молитве, читая простую молитву, Богородица, Дева и Праздник, Благодаря Марии, Господь с тобою. Это великая молитва, которая во всем хранитянском мире говорится и произносится. Преозносите ее с трепетом, с благоговением, с радостью, восхваляя Божьей Матерью, и зная, что ее святое успение открывает нам жизнь вечную. Аминь. Спасибо.